Вот это вот очень важное постановление от 15 октября именно 2020 года. До 500 тысяч рублей. Штраф за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему, рассказывает майор внутренней службы. В центре внимания участников брифинга незаконный оборот алкогольной продукции. Контрафактный алкоголь еще одна острая проблема. Первое, нужно обращать внимание на сам объект и необходимость наличия лицензии на продажу алкогольной продукции. Не покупайте алкоголь, стоимость которого ниже нормы, установленной Минфином. Не приобретайте алкогольную продукцию в полимерной таре без маркировок и федеральных специальных марок, либо на Рослив. Не приобретать алкоголь частным образом у кого-либо на дому – еще одно важное правило. Регулярно полиция вместе с представителями общественности проводит рейды, чтобы выявить нарушителей и искоренить незаконную продажу. Ежегодно ситуация улучшается и рейды это показывают, что граждане и предприниматели, и продавцы, они стали более ответственными. С октября 2020 года на территории Одинцовского округа действует постановление администрации, которое ограничивает розничную продажу алкоголя в определенных местах. Определяет границы, прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на которые не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области тщательно контролирует соблюдение лицензионных требований для продажи алкоголя. Но, как отметили участники брифинга, важно всегда быть на чеку и обо всех фактах нелегальной торговли спиртосодержащей продукции сразу же сообщать в полицию. Эмилия Ракеляна, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.